всех каналах нас идет трансляция youtube facebook и telegram хорошо итак сегодня у нас будет короткий урок сегодня будет короткий урок прямо постараемся успеть 25 минут чтобы вернуться опять к старому формату 25 минут многие люди представляете они не могут учиться больше чем 25 минут меня просят некоторые пять минут сделать пять минут уроки вот такие заняты мне один приятель он очень говорит я не могу твой вроде слушать он такой бизнесмен очень ну такой влиятельный богатый я не могу у меня пять минут если я слушаю рабиновича пять минут вадим рабинович мне как раз формат его нравится а тебя уже 25 минут долго я говорю ладно что делать долго так долго не слушай и прошло какое-то время и у него начались очень большие неприятности в жизни не связаны со мной вообще то есть вообще не связаны со мной но у него сейчас очень много свободного времени потому что у него остановились все там проекты которыми он был сильно занят и то есть получается человек он все время гоняется зачем-то он все время чем-то занят но в итоге то зачем он гоняется но рассыпается как песочные замки а тора если ты идешь за вот например даже не сейчас я не про тора хочу привести пример другой пример человека хочет добиваться цели каких-то он хочет добиваться цели у тебя всю жизнь я хотел добиваться целей у меня с детства был запрограммированный просто робот такой да в спорте спорта он очень программирует все должен стать чемпионом прямо вообще только первое место хочу чемпионом все его я тренировался тренировался ты все время стремишься стремишься там вниз ну то есть очень-очень много вкладываясь в то чтобы стать чемпионом пока ты не чемпион ты к этому стремишься но ты не чемпион или потом если ты не стал чемпионом то ты лузер то есть и не достигту цель которую ты себе ставил чтобы стать счастливым и ты Tay dynamo usage В твоих глазах, особенно если ты кому-то говорил, что я стану чемпионом, то все тебя еще лузером назовут. Хорошо, вот я так думал тоже, если быть, то первым. Я считаю сейчас, в данный момент, что это была ошибка, что это неправильный подход к жизни. Теперь, значит, дальше человек, допустим, он стал чемпионом. Чемпионом чего-то там, не знаю, Израиля, мира, Европы. Но прошло время, все, я чемпион. Хорошо, следующий чемпионат, прошел год. А если ты не чемпион в следующем году, то это кто? Я бывший чемпион. А сейчас ты кто? Сейчас уже все упал, проиграл. И люди вот этого чемпиона, они очень быстро скатывались, там, спивались и так далее, потому что он же был чемпион, хочет быть чемпионом, а сейчас он не чемпион. Невозможно удержаться на вот этой вот ступеньке. В общем, я считаю, что это ущербный подход к жизни. А к чему надо стремиться? Надо стремиться к счастью. То есть, человек, для чего? Вот спроси любого, зачем тебе надо стать чемпионом? Хочу выиграть, а зачем? А вот выиграю, значит, и реализую свою мечту. И что? Ну и буду счастливым. То есть, по факту, он хочет быть счастливым, но только для этого ему нужно достигнуть цели. Понятно, да, идея? А мы идем напрямую сейчас, к счастью. Хочешь быть счастливым? Будь им. Когда ты счастливый, тебе хорошо. Теперь дальше, чем заниматься? Обязательно нужно ставить цели. Но какие цели? И вот мы сегодня давайте про это поговорим. Значит, в книге Равшаламаруша «Сад Благодарности» мы продолжаем разбирать молитву Амида. 18 благословений. Это самая главная молитва. Три раза в день его молятся. Такая формальная молитва, прописанная молитва, в которой религиозные евреи, которые служат Всевышнему по, как сказать, по протоколу. Да, есть протокол службы Всевышнему. И они, значит, три раза в день молятся вот эту молитву Амидаш, Мунаэстро. И третье благословение в этой молитве, оно очень короткое. На иврите оно звучит так. Атака Дош, ты свят. Мы Всевышнему говорим, ты святой. Вышим Хакадош, имя твое свято. То есть, есть ты, а есть имя. Это очень важное разделение. Кого бы вы ни слушали, другого человека, меня, себя, даже себя. Надо понимать, что слова никогда, никогда, никогда не являются истиной. Слова, они являются такими ярлыками, звуковыми, которые пытаются передать нам какие-то смыслы. А смыслы – это тоже ярлыки, которые пытаются передать нам что-то, на что эти смыслы указывают. Понятно, да? Поэтому, значит, стоит человек на молитве и говорит, Атака Дош, ты свят, ты святой. Сейчас мы разберем каждое слово. Вышим Хакадош, и имя твое свято. Ук душим, и святые, и святые каждый день прославляют тебя вечно. И святые. То есть, еще раз. Ты святой, Богу говорится. Имя твое свято. И святые прославляют тебя каждый день, прославляют тебя вечно. Баруха Таашем, благословен ты, Бог. Бог святой. Это третье благословение. Очень, что здесь, что, о чем здесь говорится, да? Что это такое свято вообще? Вот он здесь пишет. И святые прославляют тебя за дня в день. Третье благословение. Ты свят, имя твое свято. И за дня в день прославляют тебя святые вечно. Вечно, беспрестанно. Что это такое вообще, да? Как это быть святым? Значит, кадош. Наверите это слово кадош, да? На русском святой переводится. Что значит святой человек, да? Вот, например, святая Эмма Трезин. Что это за... Она может быть святой? Может быть. То есть, бывает человек, он с утра святой. А днем он уже вообще не святой. Потом к вечеру опять становится святой. Ночью он опять не святой. И отделенный. Вот метро подсказывает, что святой это отделенный. Отделенный от чего? И вот тут мы как раз и приходим опять к тому, что есть в этом мире материальность, а есть духовность. Есть в этом мире добро, а есть в этом мире зло. И теперь, когда мы используем слово святой, да? Святой. То на русском это, наверное, оно идет от света или святость. Не знаю как. На русском кадош на иврите это отделенный, действительно отделенный. Получается, что есть духовный мир, есть материальный. Есть добро, есть зло. И вот человек, когда он становится святым, он отделяется от материальности и он отделяется от зла. То есть, святой это тот, кто уходит в духовность и уходит в добро, но именно добро отделенное, вообще самое такое вот высшее, там, где соединяется духовный и материальный мир и там есть вот, говорят, это человек святой. А что он святой? Он, значит, все свои деньги раздал бедным вообще. У него ничего не осталось и он живет, значит, живет в святости, значит, где он в святости живет? Ну, в отшельнике. Ушел в пещеру, живет в святости и ничего не ест вообще. Он даже еды не ест. Это святой, говорят. Вот этот святой вообще. А этот, почему святой? О, этот святой, он, значит, пожертвовал собой ради других людей, раздал все свои органы и, значит, он святой. А это что за... Это жертвоприношение в храме. Это святое жертвоприношение. Жертвоприношение Ола. Была жертва всесожжения. Ее полностью сжигали на жертвеннике и она превращалась в дым и поднималась в небо. Это святость. Теперь мы Богу говорим, ты свят. Ну, понятно. То есть, он, Бог, он отделен от всего. То есть, если еще раз, кто первый раз на уроке или давно на уроке. То есть, если представлять себе, кто такой Бог, что такое Бог. То есть, есть творец, который бесконечный. Во времени, представьте, во времени, у него нет начала и нет конца. Он бесконечный. В пространстве, он бесконечный. У него нет начала и нет конца. В любом описываемом формате, он вне этого формата. То есть, он бесконечный. Это Бог. Теперь Бог творец. И он создал, у него вдруг вот в этом вот бесконечности появляется желание. Желание, то, что мы называем любовь, добро, желание давать. И когда ты хочешь кому-то давать, а некому, есть только Бог, начинает разворачиваться из этого структура мироздания. Это всесильный. То есть, появляется в начале его желание, потом желание превращается в идею. Почему мы как по образу Бога мы созданы, да? У человека примерно происходит ну, плюс-минус такой вот чуть-чуть намек на этот процесс. Когда у человека появляется какая-то мечта, потом появляется желание. Потом это желание, оно заставляет его узнавать или придумывать, как это реализовать. Потом это начинает реализовываться. И вот так вот разворачивалось мироздание. Только Бог, Творец, Он же всесильный, Он бесконечный. И Он прямо своим желанием, вот это появилась структура мироздания. Оно очень структурировано, тут законы физики, законы химии, квантовая физика, не квантовая физика. В общем, все, все как бы Он очень своим желанием, оно разворачивалось, как программный код, такое матрица, оно разворачивалось, разворачивалось, и в каком-то этапе духовный мир, он конвертировался в материальный. А что такое материальный? Материальный мир, это же тоже, здесь же атомы, атомы, молекулы, и если мы посмотрим на материальный мир, только если убрать из него вот эту какую-то программную силу, которая его держит, чтобы он не разваливался, то это в каждом атоме есть атомное ядро, вокруг него летают вот эти частички, а внутри пустота. То есть, этот мир и расстояние между атомным ядром и частичками, которые летают, а между ними пустота, знаете какое? Примерно как от Солнца, например, до Земли. Ну, плюс-минус, я не уверен, но огромное, то есть, огромное расстояние, то есть, 99,9% материи является пустотой, которая, как бы, она выглядит плотной, потому что есть какая-то сила, которая энергия, которая заставляет их летать. А откуда эта энергия берется, никто не знает. Вот ученые все пытаются туда внутрь копать, копать, чего они летают, эти частицы? Кто им дает это вообще возможность летать? И они все вот этот вот коллайдер строят какие-то, пытаются проникнуть вглубь материи, а там Всевышний, Он бесконечный, то есть, Он это все создал, Он всему дает существование. Теперь, но Он сам вне этого, вот тот, кто это все придумал и сделал, Он не здесь, это его проявление, но Он там, и у человека есть выход через душу свою, душа это как часть Всевышнего, есть выход в соединение с тем, кто там, представляете, вот этот такой луч, но дальше этот луч, как свет Всевышнего, он преобразовывается в материю через много-много, как сказать, каскадных таких, много каскадных, как идет это называется, проекции такие, каскадные проекции, одно из другого, из другого, из другого, оп, появилась там, появилась материя. Точно так же у человека эта душа, она вообще не видна, эта душа, она каким-то образом в теле преобразовывается в интеллект, интеллект, это тоже непонятно вообще, как он вообще работает, как человек может за секунду вспоминать, у него мысли, иногда они собраны, иногда разбегаются, тут он вдруг заснул, лежит, утром проснулся, тут он все понимает, тут он язык не понимал, ему, значит, там говорят, смотри, это слово, вот этим словом на другом языке, это table, он говорит, да не может быть, это же вот этот стол, он говорит, нет table, и он, значит, а это что, это chair, а это что, а это то, и он, значит, бах, у него вдруг новый язык, и он понимает, все непонятно в этом мире, но мы привыкли пользоваться, оно работает. Теперь смотрите, дальше, дальше мы к чему пришли, и вот у человека есть вот это вот внутреннее, внутри проявление Всевышнего, которое, это называется проявление души, но дальше человек делает постоянный выбор, куда он двигается, и он может двигаться в сторону зла, материи, там, жестокости, убийства, и так далее, может двигаться в сторону добра, света, Бога, и так далее. Теперь в этой молитве, мы сейчас вернемся к молитве, стоишь ты во время молитвы и говоришь, атака дош, ты свят, то есть ты вне вообще этого всего мира, этой материальности, имя твое свято, и все, что я про тебя думаю, почему есть на 10 заповедях, 10 заповедей, есть одна из заповедей, не произноси имени моего впустую, в суе, на русский переводят, в суе имя мое не произноси, потому что все вот эти вот аспекты духовности, они очень долетят от этого мира, и человек, который в суе, то есть в пустую, он берет там, ну, значит, с Божьей помощью пошли сейчас ограбим кого-нибудь, да, это называется в суе, потому что как-то ты с Божьей помощью нарушаешь волю Всевышнего, или очень много есть людей, которые переодеты в религиозных, но они вообще не религиозные, то есть они одеты как религиозные, можно бороду отпустить, любой человек может бороду приклеить или отпустить, но не факт, что и может сказать, я самый главный религиозный, как есть реформистский иудаизм, так как ты вообще, это же ты полностью все извратил, а назвал себя реформированным иудаизмом, это, знаете как, я реформированный, я реформист-веган, а что значит быть реформистом-веганом, это значит, что я кушаю мясо, и значит, а что ж ты реформист-веган, ну я веган, как бы, вот раньше веганы были, ну такие, как бы, ортодоксы, вот эти вот мракобесы, вот эти вот мракобесы-веганы, они мясо не ели, а я веган-реформист, я значит, веган, я мясо ем, это то же самое, что реформист-иудаизм, чтобы вы не путали, иудаизм это соблюдать шаббат, это соблюдать волю Всевышнего во всех деталях, как только ты перестаешь ее соблюдать во всех деталях, то это уже не воля Всевышнего, И нельзя назвать, я выполняю волю Всевышнего, но по-новому, как я ее понимаю, не работает. То есть, есть конкретная воля Всевышнего. Это я вспомнил, когда-то учился вот такого раввина, Иляуэсес. И ему задали вопрос, говорят, скажите, а вот реформисты Ди-Юр, вот можно же стать евреем? Любой человек может стать евреем. Но для этого он должен принять Тору, как ее получил еврейский народ через Машарабена на горе Синай 3325 лет назад. Значит, и да, можно, любой человек может стать евреем, то есть Ди-Юр, все, он такой же еврей, дети евреи, все, одинаково. Но он должен принять соблюдение заповедей и начать их соблюдать. Реформисты, они говорят, ну это же, ну это все устаревшее, мол, все такое, мы иудаизм, давайте мы вам будем делать Ди-Юр реформисты. Ему кто-то задал вопрос, а реформисты Ди-Юр, он работает или нет? Это Ди-Юр или нет? А они реформисты, там надо было заплатить 20, а нет, нет, у них он очень упрощен, он хочет стать евреем? Хочу, значит, ну, значит, и евреи, а нужно окунаться в Микву, там есть окунание в Микву. И они сказали, что можно в бассейн окунуться, куда ты хочешь можно окунуться, в общем, это же все условности устаревшие эти. Его спросили, так как вы относитесь к реформистскому Ди-Юру? А он равесос, он такой очень, он ортодоксальный раввин, но очень умный, гениальный человек. Он говорит, этому кто спрашивал, он говорит, вы знаете, я считаю, что они слишком устражают. Он говорит, в смысле? Ну, надо еще приходить, что-то говорить, что я хочу пройти Ди-Юр. Я считаю, а это в то время еще был 2000 год, тогда факсы были. Я считаю, говорит, что нужно Ди-Юр всем давать по факсу. Чтобы человеку не утруждать его, он же хочет стать евреем, ну, так зачем его утруждать? Пускай он по факсу напишет письмо, хочу стать евреем, приложит 25 долларов обязательно платеж. И, значит, ему по факсу идет ответ, что все, вы евреи, Ди-Юр пройден. Тот, который спрашивал, говорит, вы смеете что ли? Это, ну, это же вообще слишком уже просто. Он говорит, видите, то есть, если мы сейчас будем, будем вот этот момент Ди-Юра отдавать на решение каждого человека, тут вам сложно, тут вам просто, кто-то еще что-то придумает. Он говорит, поэтому есть только один ортодоксальный Ди-Юр, который длится уже вот с момента, как получали Тору, вышли с Машей Робейну, с евреевским народом, из Египта вышли и другие люди, и они точно так же стояли на горе Синай, слышали заповеди Бога, видели, скрижали, видели, все, и они стали, нету другого пути. Или ты принимаешь Тору, или ты не принимаешь. Теперь давайте вернемся к нашему уроку. Значит, кадош, когда мы говорим Богу, ты свят, имя твое свято, то есть, все, что тебя касается, это отделено от этого мира, значит, и к душим святые прославляют тебя вечно. То есть, если ты уже для себя принял решение, что ты двигаешься в сторону своей души, в сторону Бога, то каждое твое движение в сторону Святого Всевышнего, отделенного, делает тебя святым. Каждая заповедь, который осветил нас своими заповедями, мы когда делаем заповедь, мы благословляем, Баруха Таашем, благословен ты Бог, Ашер Тидушану, который осветил нас своими заповедями, Ветсивану, и повелел, и дальше мы говорим, что там он нам повелел, какую заповедь мы сейчас выполняем, и выполняем эту заповедь. То есть, когда мы выполняем волю Бога, мы становимся святыми. Когда мы конкретно для себя приняли решение, я двигаюсь в сторону света, вечности, и почему будут прославлять тебя вечно? Потому что как Бог вечный, так же мое соединение с Ним, через выполнение заповедей, через молитву, оно делает меня в этот момент тоже вечным. Вот смысл вот этого третьего благословения в молитве Шмонаэстро. И когда мы его произносим, мы действительно соединяемся с бесконечным, вечным Всевышним на вечно. Все. Именно так можно достичь святости каждый день. А, а он здесь предлагает, Раф Шаламаруш, он предлагает свой метод, у него же своя методика, благодарить. Он говорит, ну я вам дам, говорит, упражнение, как можно эту святость увеличивать. Обычно мы же, когда с Богом разговариваем, мы все равно что-то для себя просим. Ну так между делом, слушай, ну, там, я выполняю заповеди, ну дай мне, пожалуйста, больше денег, дай мне квартиру получше, дай мне здоровье получше, дай мне, там, жену, чтобы размножаться, дай мне то, дай мне это. То есть у нас все равно общение с Богом, и это нормально. Это, он так и сказал, что за выполнение моей воли я дам вам награду в этом мире тоже. За невыполнение будут проблемы. Теперь Равшал Марош говорит, хочешь стать святым, просто 30 минут в день благодари Всевышнего без просьб, вообще без всяких просьб, чтобы не было ничего. Вот ничего мне от тебя не надо, вообще мне ничего в этом мире не надо, а мне надо только прославлять тебя. Он говорит, вот такие вот 30 минут в день, они делают большой-большой такой прорыв как бы в святости. Ты становишься реально святым, если ты Всевышнего только благодаришь, прославляешь, но ничего у Него не просишь вообще. То есть ты говоришь, меня этот мир не интересует, я святой, ты святой, и значит только мне важно прославлять твое имя. Хорошо. И в завершение у нас небольшой урок, небольшой у нас урок по книжке Рава Зелегоплистина «Хэппинес». Он говорит, и хочешь быть счастливым, значит вот тебе 20 инструмент. Ну, в его книге это сейчас 20 инструмент. Счастье исправлять свой характер, он говорит. Счастье исправлять свой характер. Он говорит, люди очень сильно расстраиваются, когда совершают какие-то ошибки, когда их кто-то критикует, когда им указывают на их ошибки. Это все является огромными-огромными ударами по самолюбию человека, по его состоянию. И большинство людей теряют счастье из-за своих ошибок, из-за того, что кто-то им делает замечание. Он говорит, а я вам предлагаю метод такой. Он говорит, так как по Торе, по Торе, он говорит, вообще смысл нашего существования здесь, это развитие и, значит, that is why we were part on this earth. Это почему мы были положены на эту землю. To develop and grow. Для того, чтобы развиваться и расти. Allow yourself. Разреши себе чувствовать радость от любого действия, которое развивает твой характер. А если ты для себя это решил и осознал, и это твоя ценность, развиваться, развивать свой характер, исправлять себя, если ты понимаешь, что все, что в тебя заложили в детстве, это не было твоего здесь осознанного выбора, это ты был просто заготовкой, и вот на тебя были оказаны разные влияния, а теперь ты сам уже ответственен 100% за себя, за свой характер, за свою жизнь, то теперь, если тебе кто-то указывает, что у тебя есть какая-то ошибка, вместо того, чтобы расстраиваться, Big Led, будь счастлив, что ты увидел, где у тебя есть какой-то прокол. И цени это, что у тебя есть, теперь ты можешь откорректировать это, и теперь у тебя, ты можешь это коррект, но ты можешь это откорректировать. Это он говорит отлично. И как такой человек будет отвечать? Спасибо тебе, что ты указал мне, что я вот тут был раздраженный и говорил в гневе. Я буду работать над своим гневом. Или, я очень хочу разговаривать спокойно, интеллигентно, уважительно, и не применять никаких... Я раньше был такой гневливый вообще, я мог... Он, моя семья, бедные дети и бедная жена, что я годы... Я взрывался прямо, да, то есть вообще... Слава Богу, я прямо над этим... Годы я над этим работал. Мой учитель, Равицкая Зильвер Зацаль, он тоже про себя говорил. Он говорит, я по характеру страшно гневливый. Я телец по гороскопу, бык такой, да, то есть я вообще в ярости, ну, страшный. А он лев был по гороскопу, он родился 5-го ава, 5-го ава, это, ну, вот, где-то в августе, вот там. И, значит, теперь... Он говорит, я над этим работал, всю жизнь я над этим работал, и Равицкак, он каждую, над каждой чертой своего характера, он работал годами. И это очень важно. Дальше. Если кто-то вам делает замечание, или вы где-то сделали ошибку, он говорит, это же отлично. Если вы понимаете, что смысл жизни, это рост и развитие, то именно каждое падение становится, есть такое хазитское выражение, ереда лицора халия, падение для поднятия. И ты каждый раз, когда ты спотыкаешься, шева, помим цадик и поль, векам, семь раз цадик, праведник, упадет и встанет, а злодей, он один раз упадет и не встанет. Так есть, которые говорят мудрецы, что здесь это не просто так сказал царь Соломон, это, по-моему, царь Соломон сказал, да, это Мишлей, что семь раз цадик упадет и встанет. Он говорит, без этого не бывает праведника. Без того, чтобы семь раз упасть, ты не можешь стать праведником. Это и есть работа над собой. Возможно, только если ты спотыкаешься и встаешь, спотыкаешься и встаешь, спотыкаешься и встаешь, тогда ты с каждым разом встаешь все сильнее и сильнее. Все, вам всем удачи и успехов. Спасибо вам, что у нас есть этот урок. И я каждый раз, даже когда у меня есть какие-то события, состояния, я знаю точно, что мне нужно подготовиться. И я благодаря этого, я вот прям сколько лет, я уже его провожу, больше пяти лет, учу Тору и делюсь с вами тем, что мы изучаем. Очень-очень полезно. Спасибо вам огромное. И все, сделайте свои выводы. Если вам что-то откликнулось, если были какие-то инсайты, сделайте выводы, запишите. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, маленькими действиями мы создаем себя, наше здесь присутствие в этом мире, для чего? To develop, для того, чтобы развиваться и расти. Все. И становиться святыми. Двигаемся в сторону святости. Вот Ася Эвко уже святая, сколько лет занимается. Наталья Ахабатова уже святая тоже. Да, то есть я смотрю у нас Тувья Ройтман, вообще святой человек. Оксана Макарчук, все святые. Все святые, но в какие-то моменты. Знаете, бывает в какой-то момент святой, а в какой-то момент потом и не святой. Но не надо расстраиваться. Так бывает. Все. До завтра. Счастливо.